31 место в рейтинге по доступности бензина заняла Бурятия. По данным РИА Новости, на среднюю зарплату в республике можно приобрести чуть более тысячи литров горючего. В два раза больше могут себе позволить автомобилисты Москвы, а также Ямала-Ненецкого и Чукотского автономных округов. Эти регионы в лидерах рейтинга. Скрасим первые рабочие будни после затяжных выходных самыми интересными новостями города и республики. Здравствуйте, в прямом эфире программа «Восточный экспресс». Меня зовут Сергей Смоленинов. Вот что сегодня для вас подготовили мои коллеги. Банки должны будут проверить номер карты. Банки против мошенников, как кредитные учреждения, намерены сохранять сбережения граждан, спросила Ольга Арсунукаева. Мне оно жизненно необходимое. Льготного лекарства нет в аптеках уже больше двух недель. Когда пациенты смогут получить препараты, узнавал дежурный по городу. Несмотря на затяжные выходные, спасателям Бурятии было не до отдыха. На пожарах пострадали сразу несколько человек. Основная причина – неосторожность при курении. Она испортила День защитника Отечества для обитателя коллектора в районе ТЭЦ-2, пострадавшего госпитализировали с ожогами и отравлением. Та же участь постигла пожилого жителя Джидинского района. А вот в другом случае виной могло стать короткое замыкание. Мужчина 1965 года рождения с ожогами спины и шеи был доставлен в медучреждение в минувшую субботу. Около полуночи на улице Богданово в Улан-Удэ горело зимовье. В течение 10 минут открытое горение было ликвидировано на площади 10 квадратных метров. На месте работали 6 человек личного состава и 2 единицы техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. Всего с начала года в Бурятии уже зафиксировано более 350 возгораний. 23 человека получили травмы, еще 20 погибли. В МЧС призывают граждан быть бдительными, ведь причина большинства пожаров – неосторожное обращение с огнем. Заранее опасаются в Бурятии или снова огня. В этом году пожары могут начаться на юге республики уже в апреле. Таковы предварительные прогнозы Федеральной авиалесоохраны. Как проходит подготовка ведомства к борьбе с возгораниями, расскажет Ирина Эрмиль. В небе парашютисты-десантники, инструкторский состав. Более 700 человек вышли на воздушные тренировки, несмотря на Красноярский – минус 35, чтобы потом передать знания коллегам в регионах. В прошлом году сотрудники авиалесоохраны затушили более 230 пожаров. Даже там, куда не смогла добраться техника. Двоих открытия на буре, да? Соблюдаешь, да, работают? Да, работают. Молодец! Тут по счету прыжок. По счету, честно говоря, наверное, где-то около 400. Сейчас вот начали обслуживать заповедники. Там условия, конечно, поэкстремальней. И везде площадки есть. Или площадки есть, но они ограничены. В горах уже довелось поземляться? В том году мы прыгали, тушили. Один пожар потушили за сутки. Для получения спецдопуска каждому инструктору необходимо безошибочно выполнить комплекс испытаний. По несколько спусков с вышки тренажёра, прыжки с разной высоты, с вертолёта и самолёта Ан-2. Всё почти как в условиях реального пожара. Стараемся совершенствоваться. Как говорится, найди работу по душе, да, и ни одного дня не будешь работать. Уже на земле нужно правильно свернуть парашют. На это у специалистов уходит около минуты и в бой с огнём. Этот сезон был довольно тяжёлый. Проехали всю Россию, начали с Екатеринбурга и закончили тушение в республике Сахайкуте. Сторонняя, колоритная, продуктивная работа. Настоящая мужская. Лучше не придумаешь, что ещё можно желать в этой жизни. Мужчина, по сути, своей добытчик и герой. В прошлом пожароопасном сезоне героев ждали в 16 регионах страны. Тушили они и леса Бурятии. Чтобы спасать от огня как можно больше и быстрее, учения пройдут все команды страны. К 1 апреля они должны быть полностью готовы к тушению самых сложных очагов в любой точке России. Ирина Эрмиль, телекомпания «Ригус». Пока одни готовятся защищать лесное богатство страны, другие ищут способ, как гражданам сохранить своё нажитое. Шутка ли, за прошлый год мошенники обобрали жителей страны почти на 16 миллиардов рублей. Для сравнения, столько в 2024-м потратят на переселение из аварийного жилья по всей России. Какой способ защиты денег придумали в банках, выясняла Ольга Арсунукаева. В прошлом году в Бурятии мошенники совершили около 5000 преступлений. Больше половины в Улан-Удэ. Общая сумма ущерба составила 700 миллионов рублей. И это лишь капля в общей статистике. Снижать эту цифру решили сообща. Банк России и Министерство внутренних дел объединили усилия. Одним из главных шагов стал обмен информацией. Речь идёт о доступе к базе данных Банка России «Финцерт». В ней содержится информация обо всех случаях и попытках хищения мошенничественным способом денежных средств со счетов клиентов банковских кредитных организаций. Коллеги из МВД теперь в режиме онлайн могут получить доступ к данной базе и узнать, кто является получателем денежного перевода, на какую сумму и так далее. В свою очередь МВД пополняет базы данных «Финцерт». По ней работники банков проверяют счета перед отправкой денежных переводов. Так, в прошлом году удалось предотвратить 35 миллионов операций по стране. Гражданам сохранили 6 триллионов рублей. Поможет бороться с преступниками и внесение изменений в закон. Суть в том, что прежде чем осуществить перевод денег, банки должны будут проверить номер карты или счета получателя средств. Если банк проведёт операцию, не проверив эти данные, и осуществить перевод, то он будет обязан вернуть всю похищенную сумму обратно потерпевшему. Подозрительные переводы будут замораживать на два дня. Это называется периодом охлаждения. Но если даже по истечении этого времени гражданин будет настаивать на переводе, отказать банк не в силах. В случае мошенничества возмещать убытки не будет. Впрочем, злоумышленник не сможет так просто вывести деньги. Всем, кто находится в чёрном списке, необходимо лично прийти в отделение банка с паспортом, что маловероятно. И всё же главными фигурантами этих дел остаются сами граждане. Их не стать жертвой просто. Главное не сообщать посторонним людям личные данные. Сообщив персональный код, потерпевшие дают злоумышленникам, предоставляют злоумышленникам доступ к порталу госуслуг, после чего, получается, последний меняет пароли и, используя персональные данные граждан, оформляет кредиты. Но можно действовать наперёд. Неделю назад был принят закон, позволяющий гражданам ставить самозапрет на кредиты. Такую блокировку можно установить в госуслугах. В силу документ вступает в начале марта. Ольга Арсунукаева, Валерий Чидопов, телекомпания «Оригус». И по следам наших материалов. Жителям микрорайона «Сокол» и аэропорт вернули маршрут номер 28. Теперь он стал муниципальным. На линию выпустят два микроавтобуса. Правда, ездить они будут по укороченному маршруту. До остановки – республиканская больница. Напомним, сюжет об исчезнувшем транспорте вышел осенью. На неудобства жаловались пенсионеры. Они не могли напрямую добраться до медучреждений только с пересадкой. Весь путь занимал около часа. Однако возрождение 28-го всех проблем не решило. Готовим петицию с просьбой, чтобы маршрут пустили до инфекционной больницы. Недовольство выразили и местные урбанисты. Только их в целом не устраивает тенденция по возрождению старых маршрутов. Мол, они дублируют схему автобус плюс трамвай с бесплатной пересадкой. А часовой интервал в движении не решает проблему с транспортной доступностью. Отметим, с начала года на дороге вернулись маршруты 25, 51 и теперь 28. Как пояснили в мэрии, эти направления выбраны по просьбе горожан. Давайте поможем чиновникам. Озвучим в прямом эфире ваши пожелания. В какие еще микрорайоны столицы должен прийти муниципальный транспорт. И как считаете, нужно открывать новые маршруты или возрождать старые? Делитесь мнением в чате прямой трансляции. Доступ по QR-коду на экране. А пока перенесемся в русский драматический театр. Прямо сейчас там выбирают главных Баттера и Денгину. Финал конкурса красоты и талантов собрал представителей разных регионов. На месте находится мой коллега Жаргал Санжиев. Жаргал, поделись со зрителями атмосферы мероприятия. Всем добрый вечер. Сегодня в зале русского драматического театра «Аншлаг». Сейчас на сцене участники представляют свои визитные карточки и рассказывают о своих семейных традициях. Впереди их ждут еще несколько творческих соревнований. К слову, организаторы каждый год обновляют конкурсную программу и придумывают что-то новое. Нынче у нас обновление, новые номинации появились. Это Пушкин Бориадар. Это 225-летие со дня рождения Александра Пушкина и столетие нашего народного поэта Гунгачемитова. У нас визитные карточки каждый год обновляются. Это зависит от того, что, например, нынче год семьи. Поэтому у нас упор делается все-таки на семью, на свои традиции, на своих предков, на своих бабушек и дедушек. Что самое сложное было? Ну, тут у каждого конкурсанта свой тяжелый случай, так скажем. В моем случае это была песня, как нужно было ритм более динамично подать. Это было несложно, но надо было постараться все выучить. Очень долго готовился к этому выступлению. И я теперь не боюсь на сцену большому ходить. Для маленького ребенка, если у 6 лет, это как бы тяжеловато. Но мы готовились с конца января. Что главное для тебя, победа или участие? Победа. Мне главное участие. Участие? Ну, для меня это участие. Ну, в третий раз ради победы, конечно. Участники съехались из всех районах республики, а также из Иркутской области и Забайкальского края. Они соревнуются в возрастных группах от 6 до 25 лет. И чтобы попасть сюда, прошли уже несколько отборочных этапов. Это означает, что сейчас на сцене выступают лучшие из лучших. Сейчас рядом со мной находится один из их болельщиков. Здравствуйте. Скажите, как вас зовут и за кого болеете? Здравствуйте. Меня зовут Дашима. Я болею за лицеинтернат номер один. Скажите, пожалуйста, каково смотреть на своих друзей на сцене такой большой сцены? Какие у вас ощущения и что бы вы им пожелали? Ну, я очень горжусь, что наша школа выступает в таком количестве больших людей, в таком месте. Ну, я очень счастлива. Спасибо большое. Впереди наших участников ждут еще несколько испытаний, по итогам которых выберут победителя. Межрегиональный конкурс проводят уже в 34-й часть в честь празднования Сагалгана. А одна из лауреаток отправится представлять республику на международном конкурсе Алтаргана. На этом у меня все. Передаю слово обратно в студию. Большое спасибо, Жаргал. Хорошее содержательное включение. Будем с нетерпением ждать от Жаргала уже завтра. Выпустите у «Восточного экспресса» более подробный материал по итогам конкурса. Ну и напоминаю, как вы сейчас поняли, мы работаем в прямом эфире. И ждем ваших комментариев по любой степени выпуска. Давайте посмотрим, кто уже успел поделиться своим мнением. Но, как и ожидалось, тема животрепещущая. Просто читая комментарии подряд, не буду озвучивать, кто их сказал. Кто-то считает, что людей мало, маршруты надо сокращать. Кто-то призывает, что в Сотниково нужно запустить. Пользователи расширенно делятся, что нужно возрождать старые маршруты и продлевать их. Необходимо увеличить количество автобусов, больше вместимости «Газели» и подобные маршрутки не справляются с пассажиропотоком. Ну, как я не совсем согласен с этим мнением. Достаточно много больших автобусов закупили, поэтому сейчас, наоборот, нужны микроавтобусы муниципальные, которые будут как раз-таки поддерживать эту транспортную концепцию в городе. Люди пишут, что нужно возрождать 28-й и 51-й, но так их уже возродили. Пожалуйста, ознакомьтесь с расписанием на сайте муниципального маршрута, там все увидите. Захар, нынешние маршруты нужно сохранять и осуществлять за ними надзор. К примеру, 82-й маршрут, выходные, особенно в воскресенье, выходить не желают совсем. Комитету по транспорту тревожный звоночек. Кто-то считает, что нужно делать МУП-маршруты все, чтобы не было гонки между участниками, а МУП-у будут хоть одного пассажира водить по графику. Ну, до такой голубой мечты очень-очень еще далеко, я думаю, идти. Вот здесь на 77-й, кстати, активно жалуются. Не хватает транспорта по маршруту 77, хоть АБЕ, получается, до города жителей можно уехать только на 77-м. В то время как Соколы ходят и 10-й, и 55-й, и теперь 28-й. По 77-му в субботу-воскресенье утром не уехать, приходится стоять и мерзнуть на остановке по полчаса. У Дениса замечание к маршруту 15-37. У вас холодно еще? Старайтесь подрезать, перекрыть дорогу МУП-маршрутом? Вау! Хочется маршрут до сотых кварталов через Виадук. Раньше же ходил, а так хочется выехать в лес. Тут, кстати, вот еще 40-х кварталов призывают до спирт-заводской трассы сделать маршрут. В общем, присоединяйтесь к обсуждению вы. Ждем вас в чате трансляции. А пока продолжаем выпуск. Покупаешь оптом, продаешь в розницу и зарабатываешь. Такую прибыльную бизнес-схему разработали две семейные пары из Улан-Удэ. Все бы ничего, да только торговали они наркотиками. Запрещенные вещества супруги покупали в интернете, а после сами делали закладки в разных частях города. Процесс исправно работал два года, пока его не прервали правоохранительные органы. Вердикт Советского районного суда был однозначен. Признана виновна в совершении указанных преступлений. Женщина назначена наказание в виде реального лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительную колонию общего режима. Мужчинам в исправительной колонии строгого режима. На счету каждого участника семейных пар не менее 20 эпизодов. А потому каждый из наркодилеров проведет в колонии не менее 10 лет. Читая такие новости, иногда складывается впечатление, что достать запрещенные вещества проще, чем разрешенные. С такой проблемой столкнулась наша следующая героиня. Женщина с эпилепсией уверяет, уже несколько недель не может купить жизненно необходимые таблетки. На поиски лекарства отправился дежурный по городу. Накануне наша героиня выпила последнюю таблетку из этой упаковки. Это противоэпилептический препарат. Его нужно принимать каждый день. Но как скоро опустошенная аптечка пополнится этим льготным лекарством, неизвестно. А пока что таблетки есть только на этих рецептах. Я болею эпилепсией. Выписали рецепт льготный, который я должна принести в аптеку и получить по ним лекарства. Их нет. Подумала, если купить, то, наверное, возместят по чекам. Но потом выяснилось, что это только 13% возмещают. Мне оно жизненно необходимое. Если бы эта ситуация произошла 4 года назад, решить ее было бы проще. Тогда действовал приказ об отсроченном обслуживании льготных рецептов. Аптеки были обязаны обеспечить пациента препаратом в течение 10 дней. А записи о его обращении фармацевты фиксировали в специальном журнале. В 2021 году приказ отменили. Но проблемы остались. Здесь у нас 6 рецептов. Их Александре выписали 13 февраля. То есть уже прошло почти 2 недели с момента получения. Лекарств нет. Поэтому звоним в оперштаб. Вы звонили, да? Да, я звонила. 22-го. И вам сказали, что задержка поставки. Сказали, чтобы поменяли... Ваш врач поменял схему лечения на другое лекарство. Ну, мой невролог сказал, что аналога нет и на другое лекарство не могут поменять так, как у меня по здоровью. Оно не подойдет. Давайте я узнаю, когда оно будет. И вам перезвоню. С момента звонка прошло почти 30 минут. Давайте перезвоним оперштабу. Алло, слушаю вас. Алло, здравствуйте. Меня зовут Александра Фишева. Я корреспондент телекомпании «Аригос». Мы минут 30 ждем, сидим, когда перезвоните. Ну, не 30, а что, меньше даже 20 минут, наверное. Что-нибудь удалось вам выяснить? Ну, знаете, кроме вашего вопроса, наверное, у меня и другая еще работа есть. Я просто у вас точняю без какой-то негативной окраски. Просто вы уточнили или нет? А давайте вам при службе скажут, чтобы у нас был общий ответ. По состоянию на 26 февраля 2024 года Минздравом Республики Бурятия осуществляются закупочные процедуры лекарственного препарата. Поставка ожидается во второй декаде марта. На период ожидания поставки медицинская организация, к которой прикреплен пациент, обеспечит его препаратом. Благодарим специалистов за быстрое решение проблемы. Ну, а если и вы столкнулись с несправедливостью, звоните нам по номеру 220-777. Мы постараемся помочь вам. По городу дежурили Александра Фишева, Санджи Шакжин, телекомпания «Аригос». Было бы здорово, если бы все вопросы решались так по звонку. Особенно очередь на жилье для детей-сирот. Но, увы, нуждающихся стало еще больше. За прошлый год список покинули около 140 граждан. При этом пополнили более 250 человек. Сейчас положенные от государства квадратные метры ожидают более 6 тысяч детей-сирот. В этом году очередь особо не уменьшится. Федеральный Минстрой выделил субсидию на 290 миллионов рублей. Этого хватит, чтобы обеспечить жильем 102 человека. Уже заключен контракт на 25 живых помещений. Остальные их планируют обеспечить жилищными сертификатами. Сумма сертификата меняется в зависимости от стоимости квадратного метра, утвержденного приказом Минстроя России. И, соответственно, сегодня, сейчас сумма на первый квартал 2 миллиона 849 тысяч. Одним из аргументов пользы отказа является окончание лимита республиканского бюджета. Мы же понимаем, что бюджет-то не резиновый. В первую очередь жильем будут обеспечивать две категории детей-сирот, участников спецоперации и тех, кому ранее предоставили жилье. Но по суду его признали непригодным. Прием документов от них уже начался. Для остальных очередников он стартует с 1 апреля. Все подробности можно уточнить по телефону на экране. Как знать, может этот вопрос обсудят с федеральным чиновником. Тем более и ехать никуда не надо. Сегодня в Бурятию с рабочим визитом прибыл министр труда и социальной защиты населения России Антон Котяков. За один рабочий день он должен успеть оценить, как в республике исполняется нацпроект «Демография». Министр уже посетил комплексный центр социального обслуживания «Нарата» и республиканский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями. Также запланирована встреча с главой Бурятии. Предварительно речь пойдет о развитии в регионе социальных программ для населения. К другим темам. Жителям столицы пора привыкать к звукам артиллерии. В Улан-Удэ вновь прозвучал полуденный выстрел. Кто был удостоен права совершить его и чему посвятили залп, узнаете в следующем материале. Полуденный выстрел – воинская традиция для городов с героической судьбой. В Улан-Удэ он впервые прозвучал 12 декабря 2023 года, в День Конституции. А теперь звучать он будет каждый государственный праздник, в том числе в День защитников Отечества. С Днем защитника Отечества. Давайте каждый из нас на своем месте будет прилагать максимум усилий, чтобы наша Родина была сильной, независимой и уверенно шла вперед. Традиция появилась в связи с присвоением Улан-Удэ почетного звания «Город трудовой доблести». Жители Бурятии внесли неоценимый вклад в победу в Великой Отечественной войне. Традиция, установленная указом главы, будет иметь продолжительную историю. Сегодня полуденный выстрел посвящен Дню защитников Отечества, посвящен защитникам Отечества нескольких поколений, посвящен участникам специальной военной операции, которая сегодня обеспечит мирную жизнь граждан Российской Федерации. Право полуденного выстрела предоставили отцу Героя России. Сын Андрея Концова Максим погиб при исполнении воинского долга. Память о ребятах, о нашем сыне, Герои Российской Федерации. И, конечно, мальчишки, которые подрастают, которые придут на смену нынешним защитникам. Это символично, потому что все наши жители большой единой России испокон веком являлись защитниками Родины, защитниками своей земли, защитниками своей семьи. И дань уважения защитникам, и пример воспитания молодежи на этих примерах, он важен. Выстрел производят из 122-мм гаубицы Д-30. Теперь он будет звучать и в другие государственные праздники. Двойной праздник в День защитника Отечества отметил Жаргал Бадмаев. Ветеран Великой Отечественной войны из Жидинского района отметил 100-летний юбилей. История жизни героя далее без комментариев. С днем рождения и с днем защитника Отечества. Великую Отечественную войну Жаргал Бадмаев встретил 17-летним юношей. Из-за недовеса его не взяли на фронт и отправили служить в Монголию. Но свой вклад в победу он внес. В полной сохранности перегнал с товарищами 280 лошадей на Первый украинский фронт. С днем рождения тебя! С днем рождения, с днем побои! С днем рождения тебя! На родину Жаргал Бадмаев вернулся в 1949 году. Много лет работал на благо колхоза и стал выдающимся агрономом. В 1959 году республика заняла первое место по урожайности. В память о тех годах остались медали ВДНХ, орден, знак почета, юбилейные медали, стопка почетных грамот и благодарностей. О Жаргале Бадмаеве писали статьи и снимали сюжеты. В том числе и наша телекомпания. Медали самые основные. За то, что я служила, заслужила, работала всю жизнь. А я же родился и я же живу. У Жаргала Бадмаева большая семья. Четыре сыновей, девять внуков и два правнука. Двойной праздник деда по традиции отмечают вместе. К традициям нашего двора приобщились юные жители города. Мероприятие уже второй год подряд проводят для жителей Октябрьского района. Его посетил и наш корреспондент. Давай, давай, молодец, пойдем! Прежде всего это активный отдых и общение. Для детей провели спортивные состязания. Участие в них приняли три команды. Соревновались в скорости, ловкости и умении работать вместе. Чтобы прийти к финишу первыми, юные участники готовились заранее. Я старался тренировать руки на своем месте. Поводил секундомер, я старался просто стоять в руках, ножом дольше. Я готовился, бегал ногами, чтобы быстрее это все было. Чтобы победить и прославить. В прошлом году это мероприятие общественно получило резонанс. И самое главное, соседи друг друга опять начали видеть, вспоминать. В этом году мы просто решили поддержать. Само-то же лидер предлагает, а мы поддерживаем. Поэтому мы все эти общественные инициативы готовы поддерживать. Очень хорошо, что есть такие мероприятия. Еще одна традиция этого двора – вместе встречать с Агалган и Масленицу. Взрослые и дети станцевали йохор и отведали блинов. А после завершения соревнования все участники получили памятные медали и сладкие призы. Жаргал Санджиев, Евгений Сагадаев, телекомпания «Оригус». Ну и возвращаемся к нашему обсуждению. Сегодня мы разговаривали о проблемах общественного транспорта. Добавились две еще точки. На полигон 502-й не ходят маршрутки, богом забытый край. И в поселке Горького всего один маршрут, номер 19. Интервал очень большой. Ждем по 15-20 минут. Это полный беспредел, где обещаны автобусы МУП. Ну, здесь, наверное, тяжело не согласиться. Ну и умиляет, что начали наши телезрители ностальгировать по Истанам и ХАЭСам. Потому что всем было комфортно, все сидели, и все было хорошо. В общем, пользователи призывают более тщательно следить за маршрутом, точнее, за интервалами частных перевозчиков. Ну и, конечно же, здесь такая риторическая история о том, что раз в 8 часов частники перестают ездить, значит, зарабатывают хорошо. Остается вам пожелать того же, уважаемые зрители. На этом все. Еще больше новостей всегда вас ждет на сайте arigus.tv. Также наши аккаунты есть во всех мессенджерах и соцсетях. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Я же с вами прощаюсь. Спасибо, что смотрели нас. Хорошей вам рабочей недели. Субтитры сделал DimaTorzok